Ребятушки, всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня у нас с вами будет очень необычный выпуск. Будем с вами погружаться в мир тяжелого люкса. А все потому, что мне моя подружка, моя подписчица и покупатель моего магазина, Настюша, прислала целую коробку своей косметики. Там просто море какого-то реально тяжелого люкса. И вот касательно сегодняшнего видео, мы с вами будем смотреть на макияж с палеткой Dior Kashmir. Также мы будем с вами наслаждаться макияжем с палеткой N-Beauty, а также попробуем хайлайтеры от Dior. Я так понимаю, что это в принципе такой недавний релиз, так что я думаю, что будет очень-очень круто. К слову сказать, у меня не было ничего ни от Dior, ни от N-Beauty. Поэтому все это будет для нас с вами в новинку. Мне очень-очень интересно. И на самом-то деле я бы хотела выбрать, знаете, самую такую лучшую нюдовую повседневную палетку. Как выглядят эти палетки, какие макияжи у меня получатся и какая палетка, по моему мнению, выиграет в этом обзоре, узнаете из этого видео. Настюша, спасибо тебе огромное. Ну а мы давайте скорее переходить к свотчам и потом уже к макияжам. Так, ребят, сегодня будем обозревать сразу три палетки. Две из них будут Dior и одна от N-Beauty. Давайте посмотрим сначала на сами палетки для глаз. Они вот все вот в таких вот пыльничках. Настя нам положила. Я так понимаю, что, наверное, все-таки для Dior Dior. А здесь просто, чтобы она сохранилась получше. У N-Beauty более такая зеркальная упаковка. В принципе, они вот так вот по размеру одинаковые, просто Dior чуть более вытянутая. И давайте посмотрим на заднюю стеночку. Так, здесь у нас пять оттенков. Здесь про оттенки ничего не сказано, просто вот она называется. Your Vision Palette 002 for Him. Здесь же палетка называется Soft Cashmere. Так, давайте откроем Dior. Вот так вот выглядит палетка от Dior. То есть это прям вообще реально какая-то гамма такая. Ну, я бы назвала бы ее, в принципе, повседневной. Нюдовую даже бы назвала. И вот так вот выглядит палетка N-Beauty. Вот реально, ну, как бы мне кажется, то, что они чем-то похожи. Понятное дело, что есть какая-то разница в финишах. Вот, как раз этим мы сегодня с вами будем заниматься. Смотреть, какие финиши где есть, какая палетка по итогу интереснее будет. Я предлагаю сначала, наверное, посвочить все-таки Dior, потому что вот реально... Ну, у меня, конечно, ни Dior, ни N-Beauty никогда не было. Но вот как-то к Dior лежит больше у меня сейчас рукам. Давайте посвочим первые вот эти вот оттенки. Такс. Вот этот такой, как будто спаркл, кстати, что-то он мне как будто бы напоминает. Интересно. И вот этот вот очень тоже красивый. Давайте центральный. Центральный такой нежно-нежно-коричневый. Такс. И вот два последних у нас осталось. Ого, ничего себе, какая пигментация. Вот этот сатиновый, походу. А вот этот вот матовый. Прикольно. Такс, ребят, теперь давайте посвочим вот эту палетку от N-Beauty. Она называется For Him. Какие-то странные названия, типа For Him. Ну да ладно. Так, здесь всего четыре оттенка. О, этот, кстати, такой типа толповый. Но, мне кажется, он отличается, например, от Divine Rose 1. Там все-таки немножко какого-то лилового добавлено. А здесь какой-то он больше серый. Кстати, вот это Duochrome. То есть там есть какие-то розовые блесточки. Очень миленько. Я иногда люблю такое. Такс. И пальцев хватит на всю палетку. О, смотрите, здесь есть прям очень похожий оттенок на Dior. Ну и вот этот тоже, по-моему, знакомый. Очень интересно. Давайте сейчас покажу вам свочи всей палетки и потом сравним с Dior. Такс, вот так вот выглядит у нас свочи палетки от N-Beauty For Him. И я надеюсь, что вот здесь вот видно, что оттеночек белый, но здесь есть розовые блестки. Очень миленько смотрятся. Прям очень-очень холодные, растушевочные вот эти вот оттенки. Я прям обожаю. Здесь какие-то вроде тоже, да, есть титные блестки. И такой сатиновый коричневый. На самом деле прям очень такое люксовое качество, когда вот набираешь тени. Сама упаковочка такая типа металлическая, тяжеленькая, очень-очень красивая. Прям неплохие-неплохие тени. Чувствуется какой-то прям люкс. И вот такие вот свочи сравнения я сделала. Сверху это Dior Кошмир. А вот здесь вот внизу N-Beauty For Him. А вот по первым спаркла. Можно сказать, что у Dior просто прозрачная база с беленькими немножечко посеребреными блестками. Здесь же у нас белая гамма с розовыми блестками. Вторые вот эти вот два спаркла у Dior просто их очень-очень много. И они маленькие-маленькие. Здесь же у N-Beauty побольше. Эти блестки сияют прям. Что вот одно сияет, как из космоса, что другое. И вот третья парочка. Она, мне кажется, не совсем подходит. Потому что вот у Dior как будто бы она прохладнее, чем у N-Beauty. И здесь тоже есть вот такой вот какой-то серебряный оттиск на этом, на всем. А у N-Beauty просто вот коричневый оттенок. Но на самом деле я прям поражена. Что одно красиво смотрится, что другое прям вообще. Мне очень интересна вот эта задумка с розовым, белым, вернее, дуахромом, да, который переливается в розовый. Очень интересно, как это будет смотреться на глазах. Я люблю такие изюминки в тенях. А у Dior все, знаете, стабильно понятно. По крайней мере, на свотчах. Но очень-очень красиво. Вот этот первый оттенок, он просто как снежок переливается. Так, и что касательно палетки. Она выглядит вот таким вот образом. Здесь прям 4 хайлайтера. Я надеюсь, что вот это все-таки можно использовать как румяна. Здесь прям разная температура. Что-то потеплее, что-то похолоднее. Меня прям манит вот этот вот, например, оттенок. Прям очень-очень интересно. Давайте посмотрим, как это выглядит сзади. Что у нас здесь написано? Золотой жемчужный, да, розовый с золотом. Просто роза. И золотой персик. Вот так вот. Выглядит очень-очень красиво. Ну, буковки Диор я вот немножко, знаете, врезала туда пальчиками. Пропадают, конечно, очень-очень быстро. Хотелось бы, чтобы они подольше были. И давайте посвочим эту палетку. Вау. Вот это вообще какая прелесть. Боже. Как это сияет. Мама в одном. Так, с еще два. Вот этот вот поспокойнее. Он, в принципе, и в палетке тоже спокойно. А вот этот вот тоже персик. Боже, я прям вообще не ожидала. Вот этот такой красивый. А знаете, наподобие вот этого есть, опять-таки, в трешке хайлайтеров от Пэт Маграт. И я вам в обзоре на палетку Дивайн Роуз первую рассказывала, что я бы не против попробовать вот такого плана хайлайтер. Ну, прям, мне кажется, один в один. Как там. Ох, посмотрите, какая прелесть. Это все хайлайтеры. Ничего себе. Посмотрите на это. Здесь море просто блесток. Это Huda Beauty или это хайлайтеры Диор? Вау. Круто. Просто класс. Безусловно, они очень-очень яркие, но не знаю, смущает меня это или нет. Мне очень-очень интересно, как они будут смотреться на лице. Здесь, да, просто море каких-то блесток, но я все больше к такому привыкаю, и меня уже, честно, не пугает вообще. Такая прелесть, боже мой. На самом деле, ничего похожего на вот эти хайлайтеры у меня нет, поэтому очень-очень хочется попробовать эту палетку тоже. Так что давайте переходить уже быстрее к макияжу. Так, ребят, очень хочется почему-то начать с Диор. Она вот выглядит вот таким вот образом. Все очень красивое, коричнево-тауповое. Как мы увидели с вами, очень много там различных спарклов. Я в последнее время очень-очень от такого тащусь. Мне очень интересно, что получится у меня с этой палеткой. К слову сказать, здесь у нас матовый только один вот этот темный, оттенок которой посередине. Это скорее что-то сатиновое больше. Да, он светло-коричневый, но это все-таки больше сатин. Честно говоря, не знаю, что делать. Вот у N-Beauty, например, здесь как бы с этим все намного лучше. Здесь вот пять оттенков. И неожиданно, но я говорю, что мне нужны здесь матовые. Окей, давайте теперь привыкать к этой палетке, к концепции. И я думаю, что, в принципе, возьмем вот этот центральный. Потому что он самый такой нейтральный нам под складочку подойдет. И, о счастье, мне не нужно искать никакое зеркало. Зеркало есть в палетке. Так, давайте мы будем закладывать им форму. Блин, кстати, вообще какой пигментированный оттенок. Я же совсем чуть-чуть набрала. Ну как же так? Тени Диор, вы что такие? Пигментированные. Зато за счет вот этого сатина тут, в принципе, прям очень хорошо все сразу растушевывается. И последующие оттенки, я думаю, тоже будут классно растушевываться. Дальше берем вот такой вот темно-коричневый матовый. И будем закладывать им в внешний уголочек. Очень вообще прекрасно. Посмотрите, как набивается. Прямо туда, куда я тыкаю, там это все и остается. Прямо очень круто. И в то же время, посмотрите, какой пигмент темный-темный. Очень легко работать с этими тенями. Просто за две минуты уже половина готова. Так, дальше будем идти от внешнего уголочка к внутреннему. Здесь есть вот такой вот оттеночек. Он, по-моему, что-то сатиновое больше. И будем наносить его вот здесь вот на переход от матового. Он прям очень такой холодный. Прикольно. Давайте попробуем пальцем. Посмотрим, как он смотрится пальцем. Посмотрите, сколько холода. Ну, красиво, такого, благородного. Это прям реально какие-то таповые оттенки, о которых все мечтают. Я думаю, что поскольку у нас остается только два вот этих вот верхних оттенка, в принципе, я могу себе позволить разнести вот этот вот оттенок на все подвижное веко. Ну, потому что все остальные, они как бы спарклы. И теперь вот этот вот оттенок будем наносить на центр. Это просто сияющее нечто. Я думаю, на сводчих вы, как и я, обомлели от него. Да, море-море каких-то серебристых блесток. Сияет все очень-очень красиво. И теперь на плоскую кисть хочу набрать самый светлый оттенок. Это спаркл даже без каких-либо баз. Просто прозрачные блестки. И попробуем нанести во внутренний уголочек. Таким образом подсветит наш взгляд. Ну, вот поскольку прозрачный он, конечно, особо ничего не подсвечивается. Просто вот, знаете, много-много блесточек и как бы все. По нижнему веку тоже хочу пройтись вот этим очень красивым талповым сатинчиком. И прям вот здесь вот нанесу вот эти вот блесточки. Наверное, попробую нанести все-таки блестки во внутренний уголок. Надеюсь, что все не испорчено, потому что реально как будто бы чего-то не хватает. Да, он стал немножко потемнее в наш внутренний уголок. Сейчас попробуем сверху нанести вот эти вот спарклы белые. И вот такой вот макияж у меня получился. В принципе, мне все нравится в такой, в очень холодной коричнево-талповой гамме. Отложим ненадолго палетку от Dior и приступим к палетке N-Beauty. Здесь у нас уже 4 оттенка и здесь есть светлый талповый оттенок. Он прям очень-очень такой холодный. И будем им закладывать форму. Посмотрите тоже, насколько он пигментирован. Я докоснулась просто, мне кажется, полраза к нему. Ух, прям холод-холод веет сразу же. Но при этом растушевывается прям все очень-очень прекрасно. Здесь же у нас нет темного матового, поэтому сразу предлагают, наверное, вот этот вот оттенок. Он такой шиммер коричневый. Будем наслаивать его вот здесь. Так, давайте теперь посмотрим еще раз вот этот вот оттенок. Есть ли у него какая-то база. Ну, что-то вот есть коричневый, не знаю. Ну, давайте рискнем и попробуем просто тупо набрать его и нанести на все подвижное веко. Ага. На самом деле, давайте нанесем вот этот вот весь коричневый, потому что вот эти спарклусики какие-то более прозрачные. Вот у нас прям такие смоки лайтовые получаются. Вот, и теперь уже поверх этого всего великолепия вот этот вот оттеночек со спарклами нанесем. Мне вообще по текстуре вот этот вот оттенок и по своему вот этому финишу напоминают тени от Charlotte Tilbury. Здесь тоже очень много блесток. Прям красотень. Мне кажется, все-таки, наверное, Charlotte они и вдохновлялись. Кстати, четверки-то у Charlotte в основном. И давайте попробуем нанести вот этот белый. Здесь уже, по-моему, есть все-таки белая база. И на этой белой базе розовые блестки. Попробуем высветлить уголочек. Это очень-очень какой-то нежный оттенок. Попробуем наслоить его. На нижнем веке тоже затемню по всему, наверное, нижнему веку коричневым шиммерным. И вот этим вот красивым спарклом тоже сделаю вот здесь вот под свет. Все, собственно, за 14 минут я справилась с макияжем глаз. Думаю, там еще слизистая понадобится, ресницы. Но, в принципе, в основном уже как бы практически готовые варианты. Я сейчас как раз-таки уберу осыпашки. Есть они тут или нет. Прям совсем-совсем чуть-чуть. Я думаю, что здесь понадобится, скорее всего, коричневая, слизистая. В принципе, черная сделает таким более драматичным макияж. Мне на самом деле интересно, какой я выберу карандаш для слизистой. Надо подумать. И потом перейдем к вот этой вот палеточке хайлайтеров. Так, ребят, я доделала два макияжа. Наклеила ресницы. И нам остается только палеточка хайлайтеров на губы. На губы забыла сказать, что нанесла. Это помада от Essence в оттенке 05 серия Ultra Last. И она у меня нанесена поверх вот такого баттера от The Body Shop. И таким образом эта помада прям стала, знаете, каким-то блеском для губ. Она вот такая вот холодная. Мне прям захотелось по максимуму холода в сегодняшнем образе. Так, давайте переходить к хайлайтерам. Мне кажется, что на самом деле они сюда не очень подойдут. Но поскольку я сегодня обозреваю у Dior хоть какой-то хайлайтер. Мне кажется, мы с вами просто обязаны попробовать. Давайте начнем с вот этих вот розовых в качестве румян. Потому что я ничего не наносила. Кстати, набирается в принципе норм. И давайте посмотрим, как они будут смотреться. Ну, кстати, такой приятный розоватый цвет появляется на щеках. В принципе, мне кажется, он достаточно такой стандартный, классический. То есть он может прям всем подойти. И, соответственно, море-море, конечно, блесток. Но, знаете, вот так вот, например, издалека смотрится просто как заполированная кожа. То есть вообще практически неплохо, скажем так. У меня оттенок, в принципе, он, знаете, такой нейтральный. И очень даже неплохо смотрится с холодными оттенками на глазах. Прям классный цвет. Реально, как бы, кожа смотрится на 90% заполированная. То есть хороший-хороший результат. Я думаю, что вот эти вот два хайлайтера мы попробуем в каком-нибудь другом макияже. Потому что они реально сюда вообще не подходят. У нас здесь холодная гамма. Они здесь такие веселенькие и летние. Но вот такой вот нейтральный хайлайтер я предлагаю нам попробовать. Он прям, конечно, знаете, намного спокойнее, чем вот эти вот румяна, которые у меня здесь нанесены. Но он очень прям похож на палетку Белор Дизайн. Вот эту трешку, которую я сейчас добиваю от Project Painted. То есть прям неплохо. На каждый день прямо. Каждодневный, очень спокойный хайлайтер. А, кстати, вот здесь вот на носу, когда я нанесла, здесь прям каким-то немножко розоватым холодом завеяло. Очень-очень он спокойный. Прям практически вообще не яркий. И его прям нужно вот здесь вот очень хорошо набрать, чтобы что-то вообще набралось на него и передалось на лицо. В принципе, я думаю, что мои макияжи закончены. Поэтому давайте посмотрим их поближе, а потом я расскажу свои впечатления о палетках. Так-то, ребят, ну что, касательно палеточек теней, у нас был первый макияж с Dior, поэтому давайте-ка вместе посмотрим. Вот у Dior, знаете, вот все более-менее сдержанное. Здесь вот блесточки, они еле-еле видны. В то время как у N-Beauty здесь прям росыпь, огромная росыпь вот этих вот серебристых блесток. Также вот этот глаз по сравнению с вот этим смотрится более теплым. То есть у Dior получается такой более теплый макияж. И он, знаете, не кричащий, а такой больше спокойный. В то время как у N-Beauty он более насыщенный, более яркий здесь. Прикольная задумка с вот этим вот светлым оттенком с розовыми блестками. Тут тоже это все видно, и это смотрится достаточно прикольно. В принципе, оба-два макияжа, как я считаю, мне идут, потому что у меня холодный тип внешности. И, собственно, даже вот эта помада, все это дело подчеркивает, мне очень-очень понравились эти две палетки. Казалось бы, в принципе, они достаточно похожи. Я даже находила что-то похожее на свочах, но на глазах все-таки есть что-то более такое спокойное вот в этой палетке. И более насыщенное, и необычное вот в этой палетке. Честно, я вот даже не знаю, как его выбрать, потому что мне нравится как бы все. Когда мы начинаем с вами делать макияж, я сказала, что в Dior, например, нет вот этих всяких холодных растушевочных, а здесь они есть в N-Beauty. Ну, как бы пять оттенков. Тут, в принципе, мне кажется, можно убрать, было бы какой-нибудь вот такой. Вот, на его место поставить вот этот вот белый с розовыми блестками, чтобы это смотрелось очень прикольно так. По спарклам здесь они более яркие у N-Beauty, чем вот здесь. Кстати, сейчас попробуем на макияж Dior нанести немножечко вот этих вот спарклов, и что будет. Ну, просто да, как бы становится это все поярче, и мне нравится. То есть, реально, если вот в этот макияж добавить вот эти спарклы, вот этот вот белый, тогда, я не знаю, получается, что мне больше понравилась палетка N-Beauty, потому что я постоянно хочу что-то из нее добавить. В общем, наверное, на мой такой субъективный вкус ярких врагоглазных макияжей, то есть вот это как-то больше актуально. А Dior, вот он более такой какой-то демократичный, скажем так, вот. Вроде яркость есть какая-то, но она не кричащая, все более благородно. Вот, так что, если вы думали, какие палетки выбрать в такой холодной гамме, то подумайте над тем, что я вам рассказала, и, соответственно, принимайте тогда решение. Хотите ли вы более яркий макияж, либо более спокойный и благородный. И что касается палетки, на свочах мне понравилось прям-таки вообще все. Румяна очень-очень классные, да, в них есть блестки, но, не знаю, мне красиво, как у меня там это все заполировалось. Да, есть какие-то вкрапления блесток, но окей, как бы я уже к этому привыкла, мне, в принципе, норм. Вот этот хайлайтер очень-очень нейтральный, практически как будто бы его и не видно. Возможно, его нужно прям вообще сильно затирать, но есть хайлайтеры здесь и поярче. Я думаю, мы их обязательно попробуем. Пока вот палетка мне, в принципе, понравилась по свочам и по румянам. Собственно, вот такие вот у меня макияжи получились. Пишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях, есть ли у вас что-то из этих палеток, вообще какие палетки от Dior вам нравятся, и какие бы хотели, чтобы я протестировала, потому что качество меня неожиданно-таки порадовало. Очень, в принципе, достаточно грамотно она создана, сложена. Как бы, в принципе, я бы добавила бы чего-то, убавила бы, потому что на 5 оттенков, мне кажется, в принципе, стандартный такой макияж. Он может состоять из 5 оттенков, а в другой момент уже что добавить, что убавить, чтобы это было более интересно. Пробовали ли вы палетки от N-Beauty? Расскажите мне, пожалуйста, ваши впечатления. Я, на самом деле, хотела попробовать эти палетки, но поскольку цена как бы у них не бюджетная, тут уже как бы выбираешь, думаешь, что больше будет интересно купить на обзор и вообще, в принципе, для себя. Стюш, спасибо тебе огромное за возможность попользоваться тяжелым люксом, что-то нам с вами тут выбрать и снять обзоры. Я надеюсь, что вам всем было интересно. Буду ждать ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Они выходят каждый понедельник, среда и пятница, то есть целых три раза в неделю. Ну а на сегодня это было у меня все. Спасибо, что были со мной. И увидимся в моем следующем видео. До скорой встречи и пока-пока!